Мы начинаем съемочный день и по традиции бьем тарелку путешествия по неизвестной Орловщине номер 2 и со съемочной группой. Мы желаем всем удачи и нам терпения и стремления только вперед. Готовы? Держим, держим, держим. Женя, ты продолжаешь свой проект. Какие мысли, куда поедешь, какими тропами, кого будешь в фильме снимать и знаковых людей? Я очень рад, что проект продолжился, потому что очень сложно такой масштабный проект, такие съемки вести за свои деньги. Потому что, если честно, у нас нет финансирования, кроме нашего личного и финансирования, которое предоставляют наши друзья. Соответственно... Друзей прибавилось? Друзей прибавилось. Выпустили, как сейчас модно говорить, мерч, футболки, которые путешествия по неизвестной Орловщине, фильм на все времена. И многие другие интересные вещи, которыми мы будем продавать и на эти деньги снимать фильм. То есть это не для наживы, а именно для съемок. Чтобы арендовать интересную аппаратуру и все остальное. На всякий случай пригодятся, да. Куда поедете? Мы поедем в этот раз в Болховский район, мы будем снимать в Амцентском районе, мы будем летать на настоящих самолетах, на малой авиации. Вместе с клубом «Дива» будем погружаться под воду. И во всем этом будет принимать участие наш известный рок-исполнитель Артур Беркут, который согласился с удовольствием сняться во второй части, в продолжении. Чем хоть ты смог его зацепить? Ну, он такой парень рисковый, все-таки рокер. И поэтому любит такие интересные знаковые события в своей жизни. В тот раз ему очень понравилось. Наконец-то мы Беркуту дали крылья, он все-таки полетел на параплане. А в этот раз мы его посадим в настоящий самолет. Ну, Беркута и Орла что-то роднится. Однозначно, однозначно. Тем более съемки начинаются в этот раз здесь, где по легенде отсюда вылетел орел с дуба, который рубили для крепости. Скажи, какие планы по окончанию съемок? Когда ты хочешь проект этот? Так, у нас сегодня начинается 4 июня начало и окончание 7 августа. Традиционно, вот как уже мы заканчиваем съемки в Спасском-Лутовиново, концертом Артура Беркута с новой программой в Спасском-Лутовиново. Удачи! Спасибо большое! Виктор Анатольевич, Вы в этом проекте участвуете, Вы вообще знаковая личность. Вот о чем речь пойдет в неизвестной Орловщине и Ваше участие там? Уже много лет назад я предположил, и не только я, а ряд орловских краеведов, что Орел основан гораздо раньше, чем мы видим на ней в летописи. И буквально в этом году, в связи с раскопками на Красном мосту, это, в общем-то, было подтверждено. Не все в это верили, не все это понимали, и многие даже опровергали. Но сейчас Орел стал одним из самых старых населенных пунктов нашей страны. Дело в том, что мы не можем сейчас точно сказать, Орел город или Орел поселение, или просто поселение на этом месте, но в любом случае на этом месте люди жили с XI века, стационарно, в большом количестве, это был крупный пункт. Поэтому можно говорить о сенсации, естественно, это тоже неизвестная Орловщина, и этот сюжет должен прозвучать. Замечательно. Но Радюш, который работал на мосту, вот эти взаимоотношения с ним, он подтверждает вот эти все версии? Уже на официальном сайте Института археологии и Академии наук России размещен материал, где подтверждается, что поселение на этом месте существовало с XI века. Оно потом исчезло, в связи, видимо, с татарско-монгольским нашествием, и несколько веков здесь ничего не было. Но затем оно снова возникает по указу царя Ивана Грозного. Но тем не менее, хотя и исчезающее, и появляющееся, оно здесь находилось. И мы можем говорить о том, что населенный пункт здесь был, и это, в общем-то, официальная позиция уже сегодня российской археологической науки. Из первого проекта запомнились красивые кадры, которые были сняты Евгением с участием Беркута на Вежах. Красивые места. Он показал Орловщину, именно неизвестную, потому что у нас до сих пор многие стремятся куда-то уехать, за границу отдыхать, что еще. На самом деле у нас здесь, под боком, в Орловской области, есть такие красивые места, исторические места, которые многие до сих пор, к сожалению, не посетили. И этот фильм, который будет продолжением, мы надеемся, что он еще больше привлечет и туристов, и в нашу область людей, которым интересна российская история. И очень рады, что нас пригласили для участия в этом фильме, где мы будем, не буду все планы раскрывать, но один из сюжетов будет посвящен погружению Беркута в нашу, скажем так вот, с клубом Дио, да, мы покажем нашу Аку изнутри. А в каком месте погружаться? Пока не скажем, это секрет. Хорошо, удачи. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok